Добрый вечер! В прямом эфире информационный выпуск сегодня в студии Ольга Схавребова и в начале коротко о главных событиях дня. Добрый вечер! 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 Желаю вам, уважаемый Рауль Джумкович, и всему народу об сны мера, счастья, здоровья, благополучия и процветания. Конец цитаты. К другим темам. Заключенные из правительной колонии в Цхинвале объявили голодовку. Они просят увеличить количество разрешенных передач от родных. Есть и жалобы на условия содержания. Сегодня съемочная группа ГТР Каир приехала на место. Наши коллеги увидели своими глазами, как проходит процесс приготовления пищи, соблюдаются ли санитарные нормы и есть ли реальные причины для объявления голодовки. Специальные репортажи из правительной колонии смотрите в наших ближайших выпусках. А пока продолжаем эфир. Осень. Время сбора урожая. Филиал компании «Южный сад», у которого в Южной Осетии яблоневые сады, уже собрал первый урожай. Он предназначен для интернатов республики, детского дома, реабилитационного центра «Надежда» и дома престарелых. Местный фрукт также получат и все дошкольные учреждения. Репортаж Анжелы Кукоевой. Схеневальская школа-интернат, медико-социальный центр и несколько дошкольных образовательных учреждений получили в дар яблоки. Первый собранный урожай яблок инвестор, как и обещал, передал в дар социальным и дошкольным образовательным учреждениям республики. Педагоги школы-интерната выразили благодарность руководству филиала «Южный сад» за внимание и заботу. От имени детей и от педагогического коллектива хочу выразить огромную благодарность. Спасибо за заботу о детях. Они очень обрадовались. Директор филиала «Южный сад» Леван Бекоев считает, прежде всего, надо выразить слова благодарности инвестору. Мы уже отправили партию яблок в Ленигорский детский дом. Отправим и в Дзавский район. Каждому учреждению даем по 150 килограммов яблок. Многие говорят, что мы опрыскиваем яблоки химикатами. Хочу сказать, что это неправда. Специалисты Министерства сельского хозяйства проверили яблоки на наличие нитратов. Все показатели в норме. Яблоками от «Южного сада» сегодня угостились и детишки дошкольно-образовательного учреждения «Хуратан». Директор филиала Леван Бекоев заверил, яблоки получат все дошкольно-образовательные учреждения республики. Анжела Кукоева, Александр Кочев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск «Сегодня». В Знаурском районе 8 школ и 2 детских сада. Они уже готовы к наступлению холодов. Школу в селе Нобка будут отапливать дровяными печками. Дрова закупят в ближайшее время. В остальных образовательных учреждениях отопительная система приведена в полную готовность. Наш корреспондент Алена Таттаева побывала в школах и детских садах Знаурского района. Школы и детские сады Знаурского района в полном объеме готовы к наступлению холодов. Во всех школах, кроме одной, установлена отопительная система. В прошлом году был произведен капитальный ремонт центрального котельного оборудования. Отопительная система обеспечивает теплом школу и детский сад в поселке Знаур. К отопительному сезону готова и наурская средняя школа. Система теплоснабжения приведена в рабочие состояния и заработает, как только начнутся первые холода. До 2009 года школа отапливалась дровяными печками. Затем школу отремонтировали и наладили работу отопительной системы. Теперь учителя и руководство школы спокойны за детей в преддверии зимы. Ремонт котельной доведен до конца. Она обеспечена топливом в полном объеме. При школе работают два оператора, которые обеспечивают нас теплом. И в этом году мы уже готовы к зиме. У нас в классе, когда зима, тепло. Мы снимаем куртки. В Знаурском районе восемь школ и два детских сада. Рядом со школой находится садик. Заведующая Айда Икаева отметила, что к зимнему сезону они готовы. Единственная школа, в которой тепло поддерживают с помощью древяных печек, расположена в селе Ноккау. Ранний населенный пункт назывался Ахалшент. Дрова еще не закуплены, но в самое ближайшее время вопрос будет решен. Была некоторая загвоздка, из-за чего мы не закупили дрова в эту школу. В ближайшее время будут выделены финансы, и мы закупим дрова. В школах продолжаются проверки систем теплоснабжения, чтобы зимой не произошли сбои. Алена Утаева, Заур Устаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинский дизайнер стал обладателем гран-при на конкурсе фестиваля «Пульс моды», который прошел в столице Северной Осетии. Участников было больше трех десятков, но работы Хоха покорили жюри. Сюжет Марианы Чочиевой. Очередная победа. Модельер Хох Бекоев стал обладателем гран-при фестиваля «Пульс моды» во Владикавказе. В качестве главного приза победитель получил золотой наперсток – изделие из золота и серебра. Я не думал, что гран-при достанется мне. Но когда сказали мое имя, я был немножко в шоке. Конечно, я очень радовался. И для меня это большая честь – выиграть этот конкурс, быть лучшим. Праздник стиля «Пульс моды» стал уже традиционным для Владикавказа. Более 30 модельеров из Северной Осетии боролись за звание «Лучший». Но уже не в первый раз это почетное звание присваивается юго-осетинскому дизайнеру. Я больше не хочу участвовать в этом конкурсе. Я хочу дать уже возможность выиграть этот приз уже другим молодым дизайнерам. Призы зрительских симпатий удостойна и коллекция модельера под названием «Модный отряд». Через неделю Хох Бекоев собирается на показ моды «Подиум» в Сочи, где также будет представлена эта коллекция. Один раз я уже участвовал в нем, я занял второе место. Но тогда, наверное, моя коллекция была не такой сильной. И среди остальных сейчас хочу попробовать еще раз. И, может быть, в этот раз будет большая оценка моей коллекции. Участие в подобных конкурсах предоставляет возможность молодым дизайнерам продемонстрировать свое творчество перед профессиональным жюри и специалистами в области моды. Поэтому целью конкурса является привлечение внимания к творчеству молодых дизайнеров, выявление наиболее талантливых и оценка профессионализма для дальнейшего развития дизайнерских школ и предприятий, производящих одежду. Марьяна Чочиева, Олимбэтеев, Азиз Багаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, что происходит в мире спорта. В Дзявском районе состоялся международный турнир по шахматам. В интеллектуальных состязаниях участвовало 10 команд. Среди них и наши коллеги, сотрудники ГТР Каир. Они заняли второе место. Сильнейшими же стали игроки из Владикавказа. За ходом напряженных партий наблюдал наш корреспондент. Посмотрим сюжет. Завершился 10-й международный турнир в честь автора осетинской энциклопедии, лауреата национальной премии «Яблоко нартов» Казбека Челихсата. Победителем турнира стали владикавказцы. Второе место заняла команда ГТР Каир. А бронзовые медали завоевали шахматисты пригородного района. В этом году соревнования собрали 10 команд из юга и севера Осетии. Республика Северная Осетия Алания была представлена шахматистами из пригородного района Владикавказа и Аллагира. Я здесь первый раз, поэтому большой радостью, как говорится, решил заодно посмотреть места, очень красивые места, и заодно поучаствовать в турнире. Да, уровень хороший. Особенно на первых досках играют хорошие автористы. По-моему, Арсений не ниже уровня первого разряда. Даже, по-моему, Арсений даже, по-моему, кандидат. Так что уровень очень хороший, организация тоже хорошая. Турнир является одним из самых популярных в Осетии. Он проходит ежегодно. Шахматисты заранее начинают к нему готовиться. Команда пригородного района не первый раз принимает участие в соревнованиях. Она несколько раз становилась обладательницей главного приза. Вот и сейчас настраивались только на победу. Старые шахматисты, нам готовится уже некоторое. Мы огонь в воду прошли, но с каждым годом нам здесь тяжелее и тяжелее играть. В этом году здесь уже сильный состав. Вот здесь дети играют, и они имеют взрослый первый разряд. И другие, наверное, тоже прибавили, да? И другие, естественно, все прибавили. Сейчас нам тяжелее. Команды были поделены на две группы. В финальную встречу прошли команды, занявшие первые места. Это шахматисты ГТРК «Ир» и Владикавказа, которые были представлены выходцами из села Теделя семью Танделовых. В этой встрече удачливее оказались владикавказцы и стали победителями турнира. За игрой участников соревнований следили и представители интеллигенции. Среди них профессор Юрий Гоглойте. Мне представляется, что это одно из лучших культурных мероприятий не только в Львовском районе, но и в области. Потому что популяризация шахматной, мне доказывает, видимо, имеет большое культурное значение. И благодаря вот этому традиционному турниру, насколько я могу судить, год от года усиливается состав участников. Участников соревнований, победителей и призеров поздравили председатель парламента Алан Таттаев, помощник президента по вопросам спорта Руфин Джиоев и ректор Югу Вадим Тадеев. Очень приятно, что сегодня наши дети так хорошо проявили себя на соревнованиях. И мы рады тому, что здесь собираются игроки из юга и севера Осетии. Это заслуга Казбека Челехсата. Всем участникам спортивного мероприятия Казбек Челехсата подарил свои книги «Осетия и осетины». Напомнил историю возникновения турнира. Национальную премию за книгу «Осетия и осетины» мне вручили спустя 10 лет после выхода в свет книги. Тогда отдел спорта администрации Дзавского района возглавлял сустав Санакоев. Он и предложил мне провести турнир. Вот так и были проведены первые соревнования. Участники, которые не попали в призеры, отметили, что будут работать над ошибками, чтобы выступить лучше на 11-м турнире. Анжела Кукоева, Батрат Схурев, Ринят Медоев, Зариня Таттаева. Информационный выпуск сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. Это все новости к этому часу. Напоминаю вам, мы работали в прямом эфире. Я Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok